Добрый день, меня зовут Евсиков Алексей, я сосудистый хирург, и сегодня я хотел бы поговорить с вами про образование патологических сосудов на нашем теле. Первое, наверное, самое частое, что мы можем видеть, это возникновение сосудистой сетки. Второй вариант — это возникновение патологических сосудов в области рубцов, то есть это может быть после операции, после ожогов или после травмы. Третье, что может быть, это возникновение патологических сосудов в коже лица, например, при таких состояниях, как разация. Если сосуд уже изменился, то есть если он стал патологичным, обратного хода нет. И несмотря на большую веру наше население в какие-то мази, в какие-то народные средства, обычно измененный капилляр уже от вас никуда не уйдет. Патология возникновения капилляров может быть разная, но есть довольно универсальный неинвазивный метод лечения. То есть вам не потребуются ни инъекции, ни какие-то вмешательства. Это черезкожный лазер. В своей практике мы используем высокоэнергетический неодимовый лазер, который проникает через кожу, не повреждает ее, воздействует и разогревает на кровь внутри сосуда, в силу чего происходит склеивание патологического сосуда. То есть сосуд будет разогрет, и стенки его уже склеятся между собой. И после этого мы достигнем желаемого косметического эффекта. Поскольку кожа не повреждается, в принципе, никаких внешних изменений кожи не произойдет. Будет локальный разогрев ткани, то есть кожа немножечко покраснеет, сосуд прямо на глазах исчезает. И после этого, когда уже кожа остынет, в принципе, покраснение пройдет, и уже будет чистая кожа без каких-то измененных сосудов. В большинстве случаев, если мы не говорим про какие-то сложные патологии, эффект мы видим сразу. Методика имеет свои ограничения, то есть на мелкие сосуды и сосуды небольшого калибра достаточно только лазерного воздействия. На сосуды покрупнее мы уже используем сочетанные методики, то есть это может быть сочетанно с инъекционной склеротерапией. Важный момент, что мы хотим избежать, это ненагревание данной области после процедуры. То есть что следует исключить? Это горячие ванны, это посещение сауны, это нахождение на солнце. Это может привести к тому, что сосуд под воздействием крови, усиленным кровотоком, он просто у вас расклеится. Также если мы говорим про какие-то массивные сосудистые сеточки, сосуды склеиваются, но часть из них также просто под воздействием давления крови, она может расклеиваться. В этом нет ничего страшного, всегда возможна декоррекция. Вот пациент, он достаточно молодой, обратился к нам недавно. Основная проблема была это возникновение как раз патологических капилляров в области носа. Здесь мы видим результат после уже одной процедуры, то есть в принципе это фото до и после процедуры, насколько это мягкое воздействие, то есть никаких изменений, ни покраснений, ни раздражений у кожи нет. Сами патологические сосуды ушли сразу после процедуры. Это пациентка после подтяжки груди. Здесь в рубце мы видим довольно выраженную сосудистую сетку. Мы провели процедуру как раз абляции вот этих поверхностных сосудов через кожный, то есть мы их все убрали. Процедура проходит быстро, практически безболезненно, поскольку мы используем охлаждение, то есть в принципе окружающие ткани не разогреваются, ее можно легко провести. Дополнительной анестезии какой-то не требуется, просто пациентка соблюдает меры предосторожности после операции и собственно говоря вот вы видите результат после трех процедур. Продолжение следует...